Всем привет и добро пожаловать на канал Биби Таки Доллс. И сегодня я предлагаю вам заняться кукольным гардеробом. Для этого для начала заходим в инфобокс и смотрим выкройку для вашей куклы. Там есть три варианта выкройки. Для фэшн-ройалти, для Побби Паркер и для Барби на современном теле made to move. И сейчас я покажу как шить вот такие шорты. И для начала перерисовываем все детали на ткань. У нас получается четыре штучки. Не забываем про вытачки. И вокруг каждой детали я рисую припуски на швы. Со всех сторон 5 мм и сверху, там где пояс, 10 мм. Все детали аккуратненько вырезаем. Не разрезаем вытачки. Они остаются просто нарисованными. Складываю вытачки пополам и зашиваю. Обязательно проверьте, что вытачки у вас получились одинаковой длины на зеркальных деталях. Теперь все края всех деталей нужно обработать для того, чтобы они у вас не распускались при снимании и надевании штанишек на куклу. Я использую шов-зигзаг на швейной машинке. Можно также обработать с помощью шва через край. Если вы шьете вручную, получится то же самое. И обрабатываю так все-все-все срезы. Складываю передние половинки и зашиваю средний шов. Дальше прикладываю задние половинки и прошиваю их по боковому шву. Складываю две задние половинки лицом к лицу и зашиваю средний шов на задних половинках. Но здесь я это делаю не до конца, а до метки. Только нижнюю часть, там где изгиб. Потому что сверху у вас будет замочек и это отвертствие нужно для того, чтобы кукла пролезла в штанишки и не застряла. Дальше подгибаю пояс. Припуск один сантиметр я загибаю внутрь и пришиваю. Снизу штанишек сделаем манжеты. Для этого я подгибаю внутрь припуск на швы 5 миллиметров и фиксирую его с помощью клея-карандаша. И дальше я подгибаю штанишки на полтора сантиметра наверх и сгибаю этот подгиб пополам. И теперь этот манжет прошиваю одной строчкой. Раскладываю штанишки и зашиваю на них внутренний шов. Теперь обработаем место, где у нас будет замочек. Для этого припуск на швы на одной из сторон я загибаю и прошиваю. На второй стороне я этого не делаю. Для того, чтобы был запас тканей. И когда у вас кукла присядет, у нее не будет просвета сзади на штанишку. На подшитую сторону изнутри я пришиваю половинку кнопки к самому краю. Дальше нам уже понадобится кукла. Примеряю штанишки на куклу для того, чтобы понять, где будет вторая половинка кнопки. И пришиваю вторую половинку. Штанишки готовы. Осталось их только задекорировать. Для этого я использую морской стиль. И пришиваю четыре золотистые пуговки по двум сторонам, там где выточки. Примеряю с 보신ми. Субтитры добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok